Копы, тачки и безбашенные погони – это отличный рецепт для отличной игры. В 1988 году эту формулу удачно применили разработчики из компании Тейто. Они взяли модную в те годы тематику. Боевики про крутых копов и суровых преступников в США были тогда в моде. Вспомните фильмы «Крепкий орешек», «Полицейский из Беверли-Хиллз», «Лицо со шрамом». А если все это соединить с аркадными гонками, то получится «Чейз Эйч Кью». Про историю этой серии мы вам сегодня и расскажем. Подписывайся на канал, устраивайся поудобнее, тебя приветствует редакция «The Game Food». И мы начинаем свой рассказ. «Чейз Эйч Кью» была выпущена компанией Тейто. Но это была их не первая работа для аркадных автоматов. Эти ребята в индустрии с 1973 года. В 1987 они выпустили «Full Throttle». В США она известна под названием «Top Speed». Игра представляла из себя аркадные гонки. В машине установлен нитроускоритель. Можно ускориться три раза. Игра получилась неплохой, однако разработчики решили, что концепцию нужно развивать. «Full Throttle» не хватало навесной свежести. Поэтому решено было добавить в продукт модную в тот момент тематику. Так и появилась идея превратить простые гонки в полицейский боевик. В 1988 году выходит первая часть серии «Чейз Эйч Кью». Вместо автосоревнований геймер увидел динамичные погони и крутой по тем временам экшен. «Чейз Эйч Кью» изначально появилась на аркадных автоматах. В конце 80-х в США были популярны боевики прополицейских. Создатели нашей игры явно вдохновлялись известными сериалами «Полиция Майами. Отдел нравов» и «Смертельное оружие». Геймплей прост. Мы работаем в полиции. Садимся в крутую тачку «Порше 928» и жмем на педаль. Вместе со своим напарником мы начинаем преследовать плохих парней. Наша цель – догнать и обезвредить. У нас есть 60 секунд на погоню за преступником и еще 60 секунд, чтобы его остановить в режиме преследования. Когда плохие парни настигнуты, начинаем их бортовать, пока их тачка не получит достаточно урона. Полоса повреждений подскажет, как идут дела. Если все сделал правильно и уложился во время, то преступники останавливаются и происходит арест. Эту игру, как и многие игры того времени, нельзя назвать простой. Резкие повороты, в которые трудно вписываться. Чайники на дорогах, их нужно объехать. Да и еще и время поджимает. Если преступников не поймать вовремя, то автомобиль игрока останавливается. Плохие парни едут дальше, а тебе делается предложение, от которого трудно отказаться. Продолжить игру или нет? Кидай в автомат монетку и погнали дальше. Иногда дорога разветвляется, правильный путь укажет стрелка. Если свернул не туда, то чтобы догнать преступника понадобится больше времени, а часики-то тикают. Тачка, в которой сидят наши бравые копы, оснащена турбоускорителем. Его можно использовать три раза за уровень. Скорость растет, но падает маневренность. Поэтому стоит отметить, прохождение Chase HQ при наличии хороших игровых навыков займет примерно минут 10. У аркадной гонки Chase HQ есть, хоть и не хитрый, но интересный сюжет. Итак, мы играем за полицейского по имени Тони Гибсон. Он служит в отделе специальных расследований Chase. Его напарник Реймонд Броуди, чернокожий коп, который сидит в нашей тачке на пассажирском сидении. Бравые парни на черном парше опускаются в погоню за преступниками. Копы в машине не единственные герои. Задание им выдает диспетчер. Девушку зовут Нэнси. Она описывает машину преступника, а также рассказывает про злодеев. Именно через нее мы узнаем их имена и деяния. В первой части Chase HQ у нас 5 разосранцев. На первом уровне мы преследуем Ральфа. Он убийца и пытается скрыться от полиции на белом лотусе. Когда злодей схвачен, мы переходим на второй уровень и нам необходимо догнать и схватить Карлоса. Он совершил убийство и вооруженное ограбление. Удирает подозреваемый от нас на желтой ламборджине. Если его поймать, то перейдем на третий уровень. Тут уже ловить нужно наркоторговца из Чикаго. Наша диспетчер Нэнси так и не удосужилась нам сообщить имя злодея. Только рот его занятий машину, на которой он убегает от правосудия. Это серый Парше 911. Вообще, больше мы не услышим никаких имен. Только предварительное обвинение. На четвертом уровне нам необходимо поймать Лос-Анджелесского похитителя. Этот парень пытается скрыться на Синий Феррари. Тачка скоростная, однако наши герои не пальцем деланы и имеют все для того, чтобы схватить злодея. Последний преступник не совсем преступник. В шпионаже обвиняются выходец из Восточного Блока, то есть страны организации Варшавского договора. Может быть, это даже наш советский разведчик. Изначально мы не знаем, на какой машине он скрывается. Потом оказывается, что он за рулем красной Парше 928. На минуточку, мы ведь на такой же. Что ж, победит не двигатель или лошадиные силы, а мастерство вождения. После задержания всех злодеев, все, игра пройдена. Наших героев награждают под аплодисменты коллег. Chase HQ – игра отличная. Ее тепло приняли как игроки, так и критики, журналисты игровых изданий. Конечно, многие отмечали, что технологии, которые использовали разработчики, напоминают игру OutRun от Sega. Она вышла в 1986. Однако Chase HQ предлагала больше возможностей, неплохой сюжет и отличный экшен. Неудивительно, что игра породила целую франшизу и была портирована на множество платформ. Издательство Ocean в 1989 сделало порт Chase HQ для домашнего компьютера Amiga. В этой версии была красочная, но более простая графика. Также при портировании пришлось слегка урезать анимацию, музыку и некоторые звуки. Сохранилось самое главное – игровой процесс. Эта же компания, что делала версию для Amiga, портировала игру на компьютер Atari ST. Получилось, в принципе, то же самое, с небольшими отличиями. Так, например, во время прохождения уровня играла музыка, но не было некоторых звуков, что присутствовали в версии для Amiga. Снова компания Ocean, снова 1989 год, но уже платформа Amstrad CPC. Эта машина не такая мощная, как предыдущие, поэтому графику урезали в разы, уменьшилась и скорость геймплея. Также был изменен интерфейс. Музыку убрали полностью, оставили только пару звуков. Шум двигателя, звук ускорения. Получилось очень своеобразно. Добавим также, при портировании совсем убрали фразы напарника и сцены ареста преступника. Версии 1990 года для Commodore 64 музыка была. Был и звук двигателя, а также некоторые другие звуки. Но вот графикой пришлось пожертвовать. Цветовая гамма исполнена в зелено-синих тонах. Анимация тоже была максимально упрощена. Также изменили интерфейс. Также из версии для Commodore убрали сцены ареста, а геймплей стал еще медленнее, чем в версии для Amstrad CPC. В 1991-м сами создатели Chase HQ портировали свою игру для японского компьютера FM Tones. Этот порт удался на славу. Графика превосходная для того времени. Точь в точь, как версии для аркадного автомата. Хорошо удалось перенести и анимацию. Звуковая и музыкальная часть осталась практически неизменной. В общем, эта версия выглядит почти как оригинал. В 1989-м Nintendo выпустила легендарное игровое устройство Game Boy. Год спустя создатели Chase HQ портировали на него свою игру. В этой версии графика обрела черно-белые тона. Анимацию также сильно упростили. Еще бы, карманное устройство не могло похвастаться такой же мощностью, как аркадный автомат или персональный компьютер. Но в этой версии осталась музыка и звуковые эффекты, а также сцены ареста. Правда, они выглядят очень минималистичными. Но в целом, если брать во внимание аппарат и его возможности, получился достойный порт. Еще одна портативная игровая консоль начала 90-х – это Game Gear от Sega. На нее Chase HQ портировали сами разработчики игры. В этой версии графика намного проще, чем на аркадном автомате или компьютерах того времени, что в принципе неудивительно. Однако, радует, что игра цветная. Анимация также простая, как и в других портах. Звуковые эффекты и музыка тоже просты. Однако, они не заставляют ваши уши истекать кровью. А вот так выглядит компьютер MSX. Эту машину начали выпускать где-то в середине 80-х. Даже поставляли в СССР. Правда, похвастаться большой мощностью он не мог. Поэтому наша игра выглядит на нем не очень хорошо. Версии для MSX у нас графика черно-белая, а иногда черно-желтая. Еще вдали виднеются голубые горы. Анимация также проста и минималистична. Звуковые эффекты и музыка примитивнее, чем на геймбое. Назвать этот порт удачным, язык не поворачивается. Впрочем, геймеры того времени со мной бы наверняка поспорили. Добавим, версию для MSX сделала компания Ocean в 1989 году. А в эту версию играли многие российские дети 90-х. Ведь она была выпущена для приставки NES. А значит, она была и на Dendy. Порт сделали сами создатели Chase HQ. Ребята хорошо постарались. Удалось передать динамичный игровой процесс. Присутствовали сцены задержания, музыка. Правда, некоторые звуки могли вызвать сердечный приступ у родителей. Но далеко не все. Для задержания преступников их машину приходилось таранить. Стрелять по ней было нельзя. В общем, версия получилась достойной и оставила много приятных детских воспоминаний. А вот версия для Sega Master System. Не сказать, что она сильно отличается от того порта, что был на Dendy. Чуть лучше сделаны автомобили, немного другие звуки. В этой версии также есть возможность апгрейда автомобиля наших героев. Можно поставить шины получше, поменять масло, усовершенствовать турбоускоритель, поставить специальный бампер и другое. Коробка передач имеет два положения. Время, которое дается для того, чтобы догнать злодеев, как и в оригинале 60 секунд. Но если справишься быстрее, то драгоценные секунды добавляются ко времени, которое дается на задержание. Как и предыдущий порт, этот сделан создателями игры. Правда, не в 89-м, а в 91-м году. Версия для бытового компьютера Sharp X68-300 была сделана в 1992-м. Визуально она выглядела получше, чем многие предыдущие. Однако анимация в разы хуже. В режиме преследования это ощущается не так сильно, а вот задержание... Тут все плохо, на мой взгляд. Да что говорить, смотрите сами. Зато версия для этой платформы могла похвастаться неплохим звуковым сопровождением. Как музыкой, так и другими звуками. Но стоит отметить, что нас лишили сцен задержания, а также ряда других фишек игры. В 90-х была такая консоль под названием TurboGrafx. И для нее была сделана версия Chase HQ. Что ж, вполне неплохой порт. Здесь радует и динамика, и графика, и анимация. Версии для этой приставки и поведение нашей машины очень похожи на поведение в оригинальной версии для аркадных автоматов. При столкновении с препятствием машина начинает вращаться. Также отметим, что наша подруга Нэнси разговаривает, когда выдает задание. А вот напарник тут стал молчаливым. И снова черно-желтые тона. Эту версию сделала компания Ocean в 1989-м. В таком виде Chase HQ появилась на The X Spectrum. Этот порт имеет много общего с версией для Amstrad CPC. Частично присутствует оцифрованная речь. Эта версия имеет иную последовательность машин преступников. Так, Lamborghini нужно преследовать на самом последнем уровне. Ну и еще отметим, что здесь отсутствует аналоговый радар, который показывает положение машины злодеев по отношению к игроку. Про самый последний порт Chase HQ говорить особо нечего. Версия для Nintendo Wii вышла в 2008 году. Это была игра для тех, кто хочет поностальгировать. Думаю, любители серии сполна смогли насладиться классикой. Такое количество портов Chase HQ говорит о том, что игра понравилась геймерам. Действительно успех был и его решили закрепить. В 1989 году выходит продолжение под названием Special Criminal Investigation. Она впервые появилась также на аркадном автомате. Первое, что бросается в глаза, диспетчер Нэнси куда-то пропала. Вместо нее появилась соблазнительная Карен. Девушка все так же выдает нам задания. Графика стала лучше, чем в предыдущей части. Откровенно, с точки зрения визуала и звукового оформления, Special Criminal Investigation превосходит оригинал. Однако назвать картинку кардинально изменившейся нельзя. Звуки в игре стали приятнее. В новой игре нам пришлось пересесть на новую машину. Вместо черного Porsche герои преследуют преступников на красном спортивном Ниссане. Поменялись местами герои. Теперь чернокожий Реймонд Броуди сел за руль, а его напарник Тони Гибсон на пассажирском сидении. Кстати, пассажир теперь тоже приносит пользу. Он стал стрелком и может палить по преступнику из пистолета. Иногда с вертолета нам скидывают гранатомет. Тут уже держитесь, злодеи. Кроме того, старый добрый таран также очень эффективен. Одно из главных нововведений – у преступников появились помощники. И эти ребята будут нам всячески мешать настигнуть своих боссов. Поэтому придется таранить приспешников, да еще и стрелять по ним. После того, как главные преступники пойманы, мы снова можем увидеть картину задержания. Как и в прошлой игре, время отведенное ограниченной минутой на погоню и минутой на задержание. На дорогах появилось больше разнообразных препятствий, а также автомобильный трафик никто не отменял. Возникла новая угроза – угроза с воздуха. На одном из уровней нас ожидает босс-вертолет. Как это ни парадоксально, но нам его придется таранить, чтобы победить. Добавим, новая игра серии радует динамикой геймплея. Special Criminal Investigation геймерам понравилось. Неудивительно, что игру портировали на множество платформ. За эту работу взялась уже известная нам компания Ocean Software. В 91-м игру перенесли на компьютер Amiga. На нем наша игра вышла под названием Chase HQ 2 Special Criminal Investigation. Стоит отметить, что порт вышел неплохим. Конечно, графику и звук пришлось сильно урезать, а динамика геймплея упала в разы. Но все равно получилось неплохо. Порт для Atari ST вышел тоже неплохим. Графику урезали, но она осталась приятной. Звуки и музыка не вызывали отвращения, но игре не хватало мощности этой платформы. Поэтому скорость геймплея сильно упала. Особенно это заметно, когда дело доходит до стрельбы и задержания. А вот версия для Commodore 64 отличается от предыдущих очень сильно. Здесь сохранилась динамика геймплея, но графику урезали еще сильнее, чем в предыдущих портах. Звук тоже пришлось сделать более примитивным. А также мы не услышим никаких голосов. Только буквы и только примитивные картинки наших действующих лис. Все же этот порт сохранил главное достоинство игры – геймплей. А вот порт для The X Spectrum выглядит очень плохо, даже по сравнению с Commodore. Графика стала совсем минималистичной. Другоглазные цвета не добавляют привлекательности игре. Скорость геймплея ниже некуда. Одним словом, примитив, в котором непросто узнать оригинал. Все же своего геймера этот вариант нашел. Компания-разработчик и сама занималась портированием. К слову, весьма удачно. Им отлично удалось перенести свою игру на платформу PC Engine. Графика, конечно, проще, чем на аркадном автомате, но все же остается неплохой. Кроме того, эта версия может похвастаться неплохой музыкой и звуковым сопровождением, которое почти не раздражает. Осталась и речь героев. Компанией Natsum был сделан порт для Sega Master System. Здесь герои лишились речи. Их изображение в разы уступает оригиналу, однако геймплей достаточно динамичен. Музыка и звуки, конечно, заставляют грустить, однако в целом порт удался неплохим. В 89-м году компания Tato не только выпустила продолжение Chase HQ, но и сделала неожиданный ход. Создала спин-офф этой игры. Бравые копы вылезли из своей спортивной тачки и пошли бороться с преступностью пешком. Crime City – это игра в жанре Run and Gun, которая также впервые увидела свет на аркадном автомате. У геймера для борьбы с преступным миром было всего две кнопки. Этого вполне хватало, чтобы сразиться со злодеями. Играть можно было как в одиночку, так и вдвоем с другом. Первый игрок берет под контроль Тони Гибсона, второй – Реймонда Броуди. В общем, геймплей достаточно классический для этого жанра. Идем справа налево и стреляем по бандитам, перепрыгивая препятствия и уклоняясь от пуль в приседе. Изначально нам дается пистолет, а потом по ходу игры можно подобрать автомат или обрез дробовика. И тогда держитесь, злодеи. Все оружие имеет ограниченное количество боеприпасов, и если патроны заканчиваются, тогда начинается рукопашное. Ну или есть вариант наказать бандитов за содеянное простым кувырком. Помимо неплохого геймплея, разработчики сделали неплохую графику для того времени. Яркие и модные костюмы. Поработали с лицами преступников. Они выглядят достаточно грозно и неприятно. А вот мордашки героев говорят о том, что они эдакие классические хорошие парни. Неплохо поработали и со звуком. Враги кричат громко, часто и весьма пронзительно. Еще действия происходят на разных локациях, что добавляет интереса. Разнообразие это всегда хорошо. Ну и еще добавим. Проходить уровни нужно было за отведенное время. Crime City получилась неплохой игрой. Правда, классикой на все времена не стало. В 90-м году выходит еще один неожиданный спин-офф Chase HQ. Правда, это творение компании Тейта. Появилось только в Японии. Аркадная игра-викторина Quiz HQ выпущена на аркадном автомате и представляла собой электронный тест. Игроку задают вопрос. Он отвечает, если правильно, то мы догоняем злодея. Если нет, то остаемся на месте или отстаем от преступников. Герои все те же. Тони Гибсон и Реймонд Броуди. Они, как и в оригинальных играх, едут на черном Porsche и красном Nissan. Quiz HQ так и не вышло в США. Некоторые источники даже называют причину этого. Все дело в культурных различиях. В 92-м выходит продолжение оригинальной диалогии. Это прямое продолжение Special Criminal Investigation. Игра получила название Super Chase Criminal Termination. Главное ее отличие. Теперь игрок управляет машиной от первого лица. Но подожди, прыгать за руль и гнаться за бандитами. Наша красотка Нэнси вернулась. Она снова выдает нам задания. Рассказывает, как провинились преступники. И на каком транспорте они от нас решили удрать. А еще перед тем, как поговорить с нашим диспетчером, мы видим заставку. В которой нам наглядно показано, почему мы должны поймать злодеев. В новой игре обновленная графика и в целом визуал. Но говорить о каком-то прорыве не приходится. Модельки лучше прорисованы. Кабина выглядит неплохо. Ну и еще раз отметим заставки, которые действительно хорошо оживили игру. Со звуком тоже никаких прорывов. Самое главное, что он не вызывает отторжения. А так, есть и гул двигателя, и звуки стрельбы, и прочее. Ну и еще добавим, что анимация в игре стала более плавной. В новой игре появились новые геймплейные фишки. Приспешники главных злодеев стали более агрессивными. Иногда к нам во время погони может запрыгнуть один из преступников. Злодея нужно скинуть, а иначе он нам наваляет по самое не хочу. Для этого нужно крутить руль влево-вправо. С приспешниками нужно также сражаться на дороге. Еще следует добавить, на одном из уровней нам будет противостоять вертолет. В общем, новая игра является достойным продолжением той самой Chase HQ, которую все полюбили несколько лет назад. Еще следует сказать, что всего в игре 5 уровней. Каждый из них представляет собой трассу, расположенную в одном из штатов США. Автомобили, которыми управляют наши герои на каждом уровне, тоже разные. Вначале мы пускаемся в погоню за наркоманами в Беверли-Хиллз, Калифорния и садимся за руль красного Порше 982. Преступники пытаются скрыться на Бьюике. На втором уровне отправляемся в Новый Орлеан, штат Луизиана. Нам нужно преследовать лидера террористов. Его группировка взорвала дом. Он пытается скрыться на джипе Вранглер Сахара. Мы преследуем его также на джипе Вранглер. Только модель другая. Кстати, здесь же нам придется сразиться с вертолетом. Третий уровень. Переносимся в город небоскребов Нью-Йорк. Гонимся за бандой, которая ограбила какого-то парня. Однако денег им мало и они похитили его подругу. Снова садимся за красный Порше, а злодеи удирают от нас на розовом Пантеак Фаерберт. Если погоня заканчивается задержанием, то переходим на четвертый уровень и получаем следующее задание. А на четвертом уровне у нас Техас. Тут нужно остановить колонну преступников. В начале миссии мы снова сидим в красном Порше, а потом пересаживаемся на тягач. Это и понятно, ведь злодеи сами на грузовиках. Останавливать такие машины на легковушке – это просто самоубийство. Когда задание выполнено, нас ждет последний пятый уровень. Это Чикаго. Ловим убийцу по имени Арнольд. Он убегает на таком же Порше, как и у нас. Вот только у злодея машина темного цвета, а у нас, как обычно, красного. Последняя погоня непроста. Преступник – отличный водитель. Поэтому, чтобы увидеть сцену задержания, придется попотеть. В 1993 году Тейта выпускает Super Chase HQ. Эта игра вышла на Super Nintendo. Вроде как отдельная и самостоятельная игра, но по сути это был порт третьей игры серии. Тут мы увидели другие локации и автомобили. Графика значительно проще. Но анимация все так же хороша, как и динамика игры. Игра от первого лица. В зеркале заднего вида – наше отражение. Добавим Super Chase HQ. Так же выходила на Game Boy. Вот и добрались мы до последней игры серии. Chase HQ 2 вышла в 2007 году. И снова не где-нибудь, а на аркадном автомате. Компания Тейто себе не изменяет. Видишь девчонку в левом нижнем углу экрана? Нет, это не очередная стримерша. Знакомьтесь, это наша Нэнси. Она, как и прежде, выдает нам задания, а в полицейской машине сидят Тони и Реймонд. Геймплей особо не поменялся. Снова погоня, снова нужно таранить машину преступников, только теперь в 3D. Остались и сцены сдержания. Но в отличие от предыдущих частей, мы не можем стрелять по злодеям. Как гласят советские плакаты – таран оружия героев. В 2007 году вышел Crysis, Portal, Bioshock. Игры с классной графикой, чей из HQ2 в этот раз графикой особо не выделяется. Не сказать, что всё плохо, но и до флагманов того времени игра явно не дотягивает. А при просмотре сцен задержания так и вообще становится грустно. Становится понятно, почему на роль Нэнси выбрали живую актрису. Также во время погони играет музыка, ничего особо запоминающегося. Отдельно следует отметить звук. После того, как погоня закончена, игроку начисляют очки. И это поистине ужасно для 2007 года. Ну а в целом, звуковое оформление на 4 с минусом. Добавим, в Чейз HQ2 игрок управляет автомобилями вымышленных марок, а не реальных. Конечно, аналоги угадываются, однако только теми, кто реально шарит в машинах. В общем, ничем выдающимся Чейз HQ2 геймерам не запомнилось. Такова история серии Чейз HQ. Понравилось видео? Ставь лайк. Не забудь подписаться на канал. Для тебя старалась редакция The Game Food. На этом все. Будь здоров.